Коронавирусной инфекцией может заболеть любой человек. Это не зависит от возраста, пола, социального положения. Эта болезнь унесла жизни более 330 тысяч инфицированных во всем мире. Несколько миллионов человек продолжают бороться с COVID-19 в эту минуту. Перенесшие эту болезнь, граждане призывают всех быть более внимательными к себе, беречь себя. Ведь заразившись, мы несем опасность не только себе, но и нашим близким. Наша героиня Джамиля Маматова буквально на днях смогла победить коронавирусную инфекцию. В первые дни было легко, будто болезней нет, вспоминает на сегодня. Однако спустя 4-5 дней стало больно дышать. Начался сильный кашель. Казалось, что легкий разорвет, рассказывает женщина. Сначала все говорили, что коронавирус не особо отличается от гриппа, но это неправда. В первые дни ты даже не знаешь, что ты болеешь. Но затем поднимается температура. Сил не будет даже, чтобы подняться с постели. Ты не чувствуешь запахов, вкуса. Дальше еще хуже. Начинается кашель и дышится с трудом. Сегодня Джамиля Маматова уже чувствует себя хорошо. Болезнь побеждена. Но до 1 июня женщина будет находиться на карантине. По ее словам, в больницу она не ложилась. Лечилась дома. Сама Джамиля вот уже три года живет и работает в Москве. Там и заразилась COVID-19. Сегодня весь мир борется с коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, некоторые граждане считают, что вируса не существует. И это всего лишь выдумки. Когда ты лежишь ночью, не в состоянии уснуть от температуры и боли, слушаешь, как при каждом вдохе твои легкие хрустят, как будто кто-то мнет бумагу или пакет. Каждый раз, когда приступ кашлят, душит тебя и слезы льются из глаз. Я думала, что я не вернусь домой. Очень хочу, чтобы хоть кто-нибудь задумался, прежде чем лишний раз решит выйти из дома. У меня была пневмония. И я все пережила сполна. Так плохо мне не было никогда в жизни. Это самое страшное, что вообще со мной случалось. Это очень реальное ощущение того, что ты можешь умереть. Поэтому я прошу, берегите себя и своих близких. Чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, врачи настоятельно просят соблюдать простые правила. Сохранять дистанцию, соблюдать личную гигиену и носить медицинские маски. Следуя этим правилам, можно уберечься от смертоносного вируса, а также сохранить жизнь своим близким. Следующий Байваченко, Сталан Пеков, ЛТР, Бишкек.